Сотрудничество современной России с Японией, объемы этого сотрудничества, формы и так далее, оно же обусловлено не событиями 70-летней давности и каким-то территориальным вопросом, а это исключительно прагматические, объективные интересы обеих стран в налаживании конструктивного взаимодействия во всех сферах. И это сотрудничество, в частности, торгово-экономические отношения. И в годы Советского Союза развивались, и Япония была одним из важнейших торгово-экономических партнеров Советского Союза. И сейчас эта проблема не препятствует реализации объективно существующих интересов двух стран к налаживанию сотрудничества во всех формах. А политика, в частности, с точки зрения, допустим, общественного мнения, периодически провокационные вбросы относительно того, что кто-то из японских политиков что-то заявил по поводу Курильских островов, мне все время кажется, что это исходит и провоцируется теми силами в современном мире, кто заинтересован как раз в том, чтобы давить на какие-то точки, якобы обладающие конфликтным потенциалом по отношению к сближению России и Японии. На самом деле отвлекаться на эти провокационные заявления и вообще участвовать в обсуждении этой темы так называемого территориального спора мифического, в кавычках, который якобы существует, мне кажется, это как раз не в интересах ни нашей страны, ни Японии. Продолжение следует...